Да, ну естественно, конечно. Сейчас, секунду, у меня там вопрос жизни и смерти, мне выбирают рубашку в магазине. Да, пусть так, хорошо. На выпуск, да. Цвет? Ну какой-нибудь натуральный, какой-нибудь такой обыкновенный, простой, натуральный цвет. Что значит, какой натуральный? Натуральный, натуральный. Цвет натуральной ткани. Какой цвет натуральной ткани? Синий, зеленый горошек. Ага, тебя так же. Сам ты, сам там, сама ты. Короче, знаешь что, перезвоню потом, некогда сейчас. У меня вообще работа, я деньги зарабатываю. Да, все, пока. Ой, господи, невозможно договориться с собственной женой, а? Она не знает, какого цвета натуральная ткань. Натуральная ткань, она... А какого она цвета? Белого, наверное? Или нет? Вообще, как красят эти ткани? Берут, наверное, маляр, приходит и красит ее. Хотя нет, там же каждая ниточка прокрашена, да? Но он берет каждую ниточку и отдельно каждую ниточку красит. Это можно свихнуться с ума. Сейчас, короче, позвоню в программу Галилео, узнаю, как красят ткани. Программа Галилео? Здравствуйте. А как красят ткани... Бросили трубку. Наш герой Сергей. Он вольный художник и работает над своими картинами дома. Но и он радуется не всем своим художествам. Что ж, свободного времени у Сергея много. И поэтому он решил отложить написание картины и заняться стиркой. Добавим в машинку белый свитер, саму испачканную рубашку. Ну и брюки постирать не помешает. Стиральный порошок. Режим 80 градусов. Прошло полтора часа. Белые брюки. Розовый свитер. Ярко-розовая рубашка. Ах, вот в чем дело. Почему же какой-то маленький кусок яркой ткани покрасил вещи? А действительно, почему во время стирки вещи красятся? Что на это влияет? Программа «Галилео» вместе с Сергеем решила разобраться, кто в ответе за эти художества. Выдавим немного краски. Окунем туда кисть. Проведем линию. Со второй кистью сделаем то же самое, только краски захватим поменьше. Теперь возьмем новые кисти и используем холст, как палитру. Смотрите, при помощи того мазка, где краски было меньше, практически ничего не нарисуешь. Нарисуешь. А вот другой кистью можно писать картины. Если вещь красит все вокруг, значит, на ней тоже слишком много краски, подумал Сергей. Интересно, кто же на окрасочной линии такой щедрый? Оказывается, на производстве, перед тем, как приступать к окрашиванию, ткань в первую очередь избавляют от следов жира и парафина. Сколько красителя не лей, материал будет плохо впитывать краску, если не обработать полотно. Поэтому суровая ткань поступает в газоопальную машину, в которой с поверхности убирается так называемая шуба, то есть оплавляется поверхностный пух. Но вернемся к Сергею. Как художник он знает, любую ошибку можно закрасить. В своем творческом беспорядке наш герой находит пакетик с синей краской для ткани. Далее все, как написано в инструкции. Разводим содержимое пакетика в ведре с горячей водой. Кидаем туда рубашку и кипятим около сорока минут. Действительно покрасилась. Рубашка из розовой превратилась в синюю. Правда и рука тут же окрасилась. Нет, надеть такую на себя, это уже постмодерн. Глядишь, и тело посинеет, как в аватаре. Ничего, как следует прополоскаю, подсушу, и она пачкаться перестанет. Но не тут-то было. Синяя краска стремительно сходит с изделия. Такая рубашка в барабане машинки, безусловно, будет красить все вокруг. Тогда почему же у фабричных изделий окраска товарищей по стирке – это скорее форс-мажор? Продолжим рассказ на фабрике. Суровая ткань поступает на отбельную линию, где, двигаясь по системе взаимосвязанных барабанов, проходит длительный процесс обработки. После чего ткань получается белой, шелковистой и блестящей. Её высушивают, и только теперь она готова к покраске. Прокручиваясь на барабане, ткань опускается в ванночку с краской. Далее её отпаривают. Это раз. При температуре около 120 градусов для закрепления цвета. И промывают смоющими средствами. Это два. Чтобы удалить излишки краски. Ведь именно эти излишки и могут послужить тем красящим веществом, которое перепортит все вещи при стирке. С этим разобрались. Осталось провести глобальную проверку и выяснить, что с чем можно стирать. Перед нами по три белых образца из трёх самых популярных видов тканей. Синтетики, хлопка и шерсти. Постираем их вместе с контрольными образцами, которые мы окрасили самостоятельно. То есть с теми, которые гарантированно полиняют в стиральной машине. Отправляем в каждую машинку по три белых образца. Шерсть, хлопок, синтетику и красную тряпку. Сюда красный хлопок. Сюда красную шерсть. Сюда красную синтетическую ткань. Поехали! Результаты. Синтетика. Еле различимо окрасила шерсть и хлопок. Шерсть. Слегка окрасила шерсть, а также хлопок. Хлопок. Окрасил все образцы. Выходит, цветной хлопок самый опасный в плане окрашивания. Помните об этом. А лучше не рискуйте и перед стиркой обязательно сортируйте белье на белое и цветное. Иначе некачественно покрашенное изделие может испортить вам все вещи в стиральной машинке. Вот и злополучный носок, похоже, покрасили с технологическими нарушениями. Недаром он был самым выгодным предложением на распродаже. Но не пропадать же добру. Тем более в нем можно замечательно хранить кисти. Пусть уж лучше одни красят холсты, а другие ткани. А еще можно окрашивать ткани борщом и кетчупом. Я пробовал ненароком. Отличная краска. Очень хорошо держится и никакие стирки не страшны. Недавно я окрасил свою белую рубашку красным пятном от красного вина и желтым пятном от желтого вина. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!